Продолжаем выпуск. Россия ограничила поставки молодого картофеля из Египта. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в импортных овощах бурую гнили и забраковали свыше 250 тонн продукции. Между тем, Египет крупнейший импортер картошки в нашу страну. Если африканские корнеплоды на прилавках смогут заменить отечественными, то производителям чипсов придется туго. 80% зарубежного картофеля идет на переработку и изготовление крахмала, чипсов, хлопьев. Как быстро египтяне смогут решить возникшие проблемы с фитосанитарным контролем, пока не ясно. Если на это потребуется больше двух месяцев, то цены могут вырасти на 10%. Однако пока ценники на отечественный картофель никто не переписал. Запасов собственной продукции должно хватить. До разрешения ситуации с египетской стороной считают аналитики рынка.